Бизнес может помочь сохранить здоровье, а может его отобрать. Причем одновременно. Так бывает в тех случаях, когда коммерческие интересы ставятся превыше всего. Что такое спортивный зал над головой, знают жильцы дома по улице Пушкинской. Жилой дом номер 27 по улице Пушкинской. Несколько лет назад на верхнем этаже появился спортивный зал с тренажерами. Нормальная жизнь для соседей из квартир снизу закончилась. С 8 утра до 10 вечера над головами жильцов гремят музыка и железо. Третий этаж решением Приморской районной администрации был выведен в нежилое помещение. 380 квадратных метров. Ну типа мефический какой-то такой зауилированный медицинский центр какой-то. Люди здесь и больные, и после работы хотят отдохнуть. И как человек, зная, что под низом живут люди, без звуковой изоляции устроил вот такой у нас тренажерный зал. Это одно. Второе, что еще на сценах, несущих сценах появились мелкие трещины. Коридоры, ванны у нас. Это угроза разрушения здания. Живешь как, я знаю, в сумасшедшем доме или где. Все время шум, крик. Ну не лежать на кровати нельзя, не ходить, ничего. То упустят эти, тренажер, то эта дорожка. Это же ужас. Когда начинается, они включают на всю можность. Им же одинаково. Ну, дорожка-то беговая. Ну, в общем, что вам сказать. Никуда деваться. Куда не пойдешь, оно всюду слышно, потому что у них нету изоляции и пол из кафеля. На переписку с разными инстанциями, как обычно, ушла куча бумаги, времени и нервов. В результате ничего. Навести порядок должна была бы муниципальная власть. Так делается в цивилизованном обществе. У нас наоборот. Нам отовсюду пришло, что к нам за разрешением по поводу реконструкции третьего этажа заданных отрезков не проводилось. То есть это самострой. Обратились к Труханову, в городскую администрацию. Ну, головой городской администрации. Труханов, мы ходили, проходит месяц, 6.05 где-то мы ему отправили это заявление всех жителей дома. Ответы не получили. Я когда пошел разъяснить, почему ответа нету, где-то прошло месяца полтора. Они сказали, что, типа, ну вам же с доби пришло. Областная контора ГАСКО выдала предписание о приведении помещения в первоначальное состояние. Но хозяину его так и не вручили. Руководство тренажерного зала «Смаль» сказали, что вы можете куда хотите жаловаться. Этот бизнес там каким-то образом повязан, там, непонятно, с Труханом или с кем, ничего вы нам не сделаете. И вот я, ходя по этим инстанциям, мы жильцы убеждаемся, что действительно никакой реакции на наше заявление. Жильцы ждут ответа на коллективное письмо губернатору. Вина за последствия конфликта целиком будет лежать на городской власти. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания КРУ.